Так вообще, да, я должен сказать, что я первый раз в Питере, хотя мечтал об этом давно, но как-то не складывалось. То есть я вообще с Камчатки родом, а потом уехал через Новосибирск, дальше в Европу, и вот как-то вот ездя туда-сюда, я никогда не попадал в Питер. И вот сейчас, благодаря Фонду Траекторий и фестивалю премий-просветителей, я наконец-то здесь, потому что им большое спасибо. И я вам расскажу о той современной науке, об одном из передовых направлений современной науки, которые сейчас изучаются активно во всем мире. Это про физику, которую люди видят на Большом Адронном коллайдере, то есть про физику микромира на самых мелких масштабах. Так, значит, я сейчас переключусь к себе. Смотрите, значит, у нас лекция будет разделена на четыре основных блока. То есть вообще лекция как бы про второй сезон Большого Адронного коллайдера, то есть тот сезон, который продолжается сейчас. Но перед тем, как про него рассказывать, надо рассказать сначала, что открыл Большой Адронный коллайдер в свой предыдущий забег, вот как он строился и вообще, как люди, значит, пришли к такой идее построить такой Большой коллайдер, как они изучали микромиры. Все это будет разбито на отдельные сезоны, на блоги. После каждого блока у нас будет маленькая пауза, во время которой вы можете задавать вопросы про этот блог. Хорошо? Хорошо. Вот, если у вас прямо есть какой-то вопрос срочный, тоже можете поднять руку, я стараюсь на него ответить. Значит, ну, перед тем, как вообще переходить к коллайдеру, давайте сначала самые простые вещи обсудим. Да, зачем вообще вот этот коллайдер построили? Значит, вот Большой Адронный коллайдер, это на самом деле самый крупный научный инструмент, который построило человечество. Этот самый большой прибор. Он находится в таком кольцевом туннеле, частично под Швейцарией и частично под Францией. Длина этого туннеля 27 километров, и это один большой прибор размером 27 километров. Вот, понятно, что здесь он нарисован в виде контура, на самом деле, конечно, он под землей, он не виден, вот, а сверху просто обычные поля, сельскохозяйственные угодья, там деревушки и так далее. Значит, это коллайдер, устройство, в котором разгоняются до больших энергий и сталкиваются протоны. Изучая эти столкновения, мы рассматриваем наш мир во всех мельчайших деталях. Вот, значит, если совсем просто говорить о том, что такое коллайдер, то можно сказать, что это на самом деле микроскоп. Это самый мощный микроскоп, который есть сейчас в нашем распоряжении, с помощью которого мы можем заглянуть, мы можем разглядеть устройство нашей Вселенной и устройство нашего мира, микромира, на самом мельчайшем масштабе, в таких деталях, в которых мы никогда раньше наш мир не видели. И вот физики надеются, что, разглядывая, они увидят на самом деле еще один новый пласт реальности. То есть то, что до этого мы просто не замечали, а теперь, наконец-то, начнем разглядывать. Именно для этого он был построен. Ну, чтобы немножко пояснить, почему коллайдер — это микроскоп, я сначала наоборот расскажу, почему микроскопы — это в каком-то смысле тоже коллайдеры. В обычных микроскопах тоже на самом деле происходит столкновение. Вот смотрите, если вы, например, хотите рассмотреть какой-то мелкий объект, типа комара, да, вы берете комара, кладете его на предметное стеклышко и рассматриваете. С точки зрения физики вы на самом деле организуете процесс столкновения света с комаром. Происходит рассеяние некоторое, после которого лучи как-то разлетаются, и мы в результате видим вот этот рассеянный свет. Рассматривая этот рассеянный свет, мы видим детали устройства комара. Значит, если мы хотим посмотреть на что-то еще более мелкое, например, там на клетку живую, да, то обычный оптический микроскоп уже не помогает, но есть другие микроскопы, например, электронный микроскоп. Мы клетку кладем под лучик электронов, электроны сталкиваются с клеткой, как-то разлетаются, происходит рассеяние, и результат этого рассеяния мы и воспринимаем, как детали устройства этой клетки. Понятно, что это мы рассматриваем не нашим глазом, а с помощью датчиков, но, в принципе, идея та же самая. Дальше, если мы хотим заглянуть еще глубже в устройство материи, например, рассмотреть, из чего состоит атом, мы повторяем этот эксперимент, но только в других масштабах. То есть мы берем источник других частиц, например, альфа-частиц, которые вылетают из радиоактивного какого-то источника, пуляем по мишени, по атомам, смотрим, как альфа-частицы рассеиваются, как они разлетаются, и, судя по этому рассеянию, мы восстанавливаем структуру атомов. Большой адронный коллайдер — это, по сути, продолжение этой же идеи. Это самый мощный микроскоп, который у нас сейчас существует. Это как бы микроскопия на пределах современных возможностей. Только здесь мы сталкиваем уже не альфа-частицы, не электроны, а протоны прямо с протонами. И рассматриваем набор частиц, которые при этом получаются, и понимаем, как работает наш мир на самых мелких расстояниях. Значит, вот это самая общая идея, которая лежит вообще во всех ускорителях. Это микроскоп. Значит, теперь, перед тем, как рассказывать про коллайдер, сначала надо рассказать, как люди вообще изучали микромир. То есть это будет у нас считаться минус первый сезон работы коллайдера. Значит, это, конечно, сложная задача — за 15 минут рассказать 100 лет исследований, но попробуем хотя бы кратко перечислить те эпохи, которые были вот в исследованиях микромира. Значит, все началось в конце 19 века, когда люди поняли, что из атомов что-то вылетает. Они обнаружили радиоактивность. Там были альфа-лучи, бета-лучи, гамма-лучи. Главное, что это что-то вылетало из глубин атомов. Значит, атомы из чего-то существуют. Вот были открыты некоторые новые частицы, за них давали Нобелевские премии. Вообще, вот эта была эпоха, она такая была, героическая эпоха первопроходцев, когда на самом деле каждый новый шаг давался с огромным трудом. Не было никакой технологии, которая позволяла взглянуть. Эту технологию приходилось придумывать, а потом реализовывать каждому человеку, который хотел это сделать. Поэтому каждая частица в результате требовала несколько лет, может быть, даже десятка лет, для того, чтобы технологии развились, частица была открыта. Ну и открытие каждой частицы сильно меняло наше понимание микромира. Поэтому каждая практически частица приносила своему первооткрывательную Нобелевскую премию. И так продолжалось первые несколько десятков лет, примерно до конца 30-х годов. Тогда было открыто несколько частиц, то есть выяснилось, что все состоит из ядер электронов, ядра состоят из протонов, нейтронов. Были также открыты новые частицы, например, мион, пимизон и так далее. В общем, картина мира начала как-то складываться, и устройство атомов тоже уже становилось более-менее понятно. Вот здесь вот справа показана одна картинка, такая вот невзрачная, может быть. На ней, если вы видите, есть такая дуга, зигзагообразная. Ну, не зигзаг, а такая дуга, да. Вот эта дуга, которая поворачивает в определенную сторону магнитном поле, это доказательство существования новой частицы позитрона, античастицы к электрону. Вот буквально вот эта картинка принесла своему автору Нобелевскую премию. Значит, почему все это давалось таким трудом, да? Ну, я сказал, потому что инструментов тогда толком не было еще. Их приходилось разрабатывать и придумывать. И вот ускорители, то есть устройства, которые разгоняли частицы, сталкивали их друг с другом, были тогда очень маленькие и хилые, немощные, да? Вот, например, здесь справа показана фотография Лоуренса и ускоритель. Самый первый ускоритель, который построил человек, да? Вот такой вот маленький циклотон. Вот сейчас большой дронный коллайдер уже длиной 27 километров, а тогда такие ускорители были очень хиленькие и слабенькие. Из-за того, что они были слабенькие, они не могли нам помочь в изучении микромира. Мы тогда изучали микромир совсем другим способом, используя природный ускоритель. То есть оказывается, что в нашем мире есть постоянный, бесплатный, стопроцентно работающий ускоритель. Значит, это наша Вселенная. То есть где-то далеко в галактике, а может быть, даже в других галактиках, разгоняются частицы до больших энергий. Вот они там петляют в космосе между галактическим пространством, долетают до нас и попадают на Землю. Когда они попадают на Землю, они в атмосфере сталкиваются с каким-нибудь ядром молекул атмосферных газов и порождают ливень вторичных частиц. Вот это называется космические лучи. Их открыли тоже в начале XX века. Так вот, это бесплатный поставщик частиц большой энергии. Нам остается лишь подставить чувствительные пленки или какие-то детекторы под эти лучи и изучать, что они нам показывают. И вот в районе 20-х, 30-х, 40-х годов в основном все эксперименты ставились с помощью космических лучей. А потом наступила эпоха великих ускорительных открытий, когда наконец-то технологии развелись до такой степени, что мы сами могли уже разгонять частицы до больших энергий, сталкивать их в полностью контролируемых условиях и изучать реакции. Вот смотрите, здесь несколько фотографий ускорителей той эпохи. Сначала они были крупные, но еще хотя бы вмещались в залы, а потом для них строили отдельные большущие кольцевые помещения. То есть теперь, начиная примерно с 50-х годов, в общем, они уже даже не вмещались в отдельные залы. Вот большой дронный коллайдер, по сути дела, это развитие этой технологии. Значит, раз у нас технологии пошли вперед, то и открытия тоже посыпались. Теперь уже не требовалось ждать несколько лет для каждой новой частицы. Сейчас, вот в 50-е годы, как только вступал в строй новый ускоритель с рекордной энергией, так он сразу же открывал новые частицы десятками. Частицы пошли пачками. Эти частицы, которые в нашем мире вроде бы не существуют, то есть обычное вещество состоит только из протонов, нейтронов, электронов. Но оказывается, что наша Вселенная предусмотрела еще огромное количество других частиц. И вот физики начали их открывать пачками. Значит, несмотря на их разнообразные свойства, у них есть одна важная общая вещь. Они все чувствуют сильное взаимодействие. Сильное ядерное взаимодействие. Частицы, которые чувствуют ядерное взаимодействие, называются адроны. Просто общее название для всех таких частиц. Вот в слове «большой адронный коллайдер», вот слово «адроны» — это как раз отголосок вот этого общего термина. Вот пару фотографий того, как тогда открывали элементарные частицы. И, кстати, каждая из них тоже принесла Нобелевские премии. Параллельно развивалась теория. Не только эксперимент же у нас есть, но и теоретическое понимание того, что мы видим. И в 64-м году был важный момент, когда люди поняли, что за всей этой толпой новых частиц стоит очень простая систематика, очень простая классификация. Оказывается, все адроны состоят из еще более простых объектов — кварков. И вот кварков у нас уже мало. Значит, кварков у нас всего шесть штук сейчас известно, а тогда еще было известно только три. И выяснилось, что все адроны состоят или из комбинации трех кварков, как, например, здесь показано справа, например, протон и нейтрон состоят из трех кварков. А иногда бывают адроны, которые состоят из кварка и антикварка. В общем, структура нашего мира еще снова упростилась, и за это тоже дали Нобелевскую премию. Следующая эпоха уже называется коллайдерная эпоха. Вот до этого были ускорители, а сейчас пошли коллайдеры. Разница между ними вот в чем. Значит, ускоритель — это такой девайс, который просто берет протоны, скажем, разгоняет до больших энергий и сталкивается с мишенью. И что-то при этом рождается и улетает вперед. Вот коллайдер, он делает то же самое, только с двумя встречными пучками. Значит, в одну сторону разгоняют протоны и в другую сторону разгоняют протоны. И вот они сталкиваются в результате в общей точке и порождают новые частицы. Оказывается, этот метод гораздо более удобен, потому что вся энергия при этом тратится на рождение новых частиц. И как только это было запущено, там в 60-е годы и позже снова посыпались новые открытия, уже более фундаментальные. Вот параллельно, значит, люди еще и теорию строили. В общем, вот в это время родилась современная картина устройства микромира. Она называется стандартная модель. Значит, большой дронный коллайдер — это тоже коллайдер, то есть это ускоритель со встречными пучками. И вот он будет, он уже работает давно достаточно и будет работать еще в ближайшие лет 20 минимум. Значит, хорошо. Вот такое быстрое краткое введение в ускорительную детекторную историю развития микрофизики микромира. Значит, теперь выясним, к чему физики пришли после того, как они все это, ну, все эти эксперименты провели. Итак, вот та материя, которая есть вокруг нас, оказывается очень простая. Смотрите, все состоит из атомов. В атомах находятся электроны, которые крутятся вокруг атомных ядер. Ядра состоят из протонов и нейтронов, а внутри протона и нейтрона есть кварки. Простейшая картинка. Значит, кварки, которые находятся внутри протона и внутри нейтрона, это всего кварки двух типов — U и D. Значит, внутри протона кварки U, U, D, внутри нейтрона U, D, D. Очень легко все считается. Значит, дальше. Эти частицы взаимодействуют друг с другом, то есть испытывают силовые какие-то воздействия друг на друга. Значит, есть, оказывается, очень небольшое количество фундаментальных взаимодействий. Вот в школе вы проходите, что есть много разных сил. Сила трения, сила давления воздуха, сила сопротивления, сила удара в лоб, например. Вот всякие разные силы есть. Оказывается, все они сводятся к электромагнитным взаимодействиям между атомами. Исходная причина всех этих сил, ну, только кроме гравитации, она единая. Но в микромире, кроме электромагнитных взаимодействий, есть еще два типа сил. Называется это сильные взаимодействия и слабые взаимодействия. Они все короткодействующие. Они работают только на уровне, ну, на масштабе атомных ядер. Значит, они даже на уровне атомов не действуют. Они только внутри атома работают. У них есть свои особенности. Например, сильные взаимодействия, они ответственны за то, чтобы удерживать кварки внутри протонов и не давать им вылететь. А также они ответственны за то, чтобы удержать вместе протоны и нейтроны в ядре. Слабые взаимодействия, они намного слабее, как говорит вот это слово, и они ничего вместе не сдерживают, но зато они способны делать то, что не способна никакая другая сила. Они могут менять тип частиц. Поэтому слабые взаимодействия на самом деле играют очень важную роль вообще в нашем мире. Скажем, Солнце светит благодаря тому, что там в глубине внутри происходит превращение протонов в нейтроны, при этом что-то излучается и выделяется энергия. Но самое главное, что происходит превращение частиц. И за это ответственны слабые взаимодействия. Без слабого взаимодействия Солнце бы не горело. И вообще без слабого взаимодействия мы бы вообще не появились во Вселенной. Ну и четвертое взаимодействие – это гравитация. Но гравитация, она для обычного макроскопического мира важна, но в микромире она совершенно слабенькая, ничтожная, ей пренебрегают, она ни на какие известные процессы не влияет. Поэтому мы про нее говорить не будем. Окей, значит, это то, как устроена видимая часть нашего мира. То, что мы прямо реально щупать можем. Оказывается, и это тоже совершенно загадочный факт нашей Вселенной, что кроме основного набора частиц, из которых все состоит, почему-то природа создала еще два запасных набора. Это загадка, которую люди обнаружили 80 лет назад и до сих пор не могут толком решить, откуда такое взялось. То есть, значит, все частицы, из которых все состоит вокруг нас, расположены здесь в первом столбике. Вот это У-кварк и Д-кварк, вот эти два кварка, из которых состоят протоны и нейтроны. Дальше есть электрон Е и еще нейтрино, такая неуловимая частица, которая в больших количествах присутствует в нашем мире. Вот. Весь первый столбик — это наш мир. Второй и третий столбик — это запасные наборы частиц. Почему природа их создала, мы не знаем. Но, в принципе, они существуют. Значит, почему мы их не видим вокруг? Потому что они нестабильны. С точки зрения взаимодействия, они взаимодействуют так же, как обычные частицы. Вот. Но просто если такую частицу породить, то она быстро распадется на уже более легкие. Вот. Распадается, потому что она тяжелая. Вот. В результате у нас есть три формы существования материи. Одна из которых стабильна, остальные нестабильны. Дальше. Такой еще важный момент. Вот эти силы, переносчики взаимодействия, силы, которые, значит, с которыми действуют частицы друг на друга, они тоже возникают не просто так, а за счет обмена частицами. Вот это вот тоже нетривиальная такая вещь, что на самом деле в природе все работает через частицы. Скажем, два электроны пролетают мимо друг друга и отталкиваются за счет электрических зарядов. Но они отталкиваются как? С точки зрения микромиры они постоянно обмениваются фотонами. Фотоны — это переносчики электромагнитного взаимодействия. И обмениваясь фотонами, общий эффект получается как будто бы отталкивание между ними. Вот. Для других взаимодействий тоже есть свои частицы. Для сильных взаимодействий есть глюоны. Это то, что работает между кварками и удерживает кварки вместе. Вот. Для слабых взаимодействий есть тяжелые частицы W и Z. Потому что слабое взаимодействие бывает в двух вариантах. Вот такая вот компактная картинка и называется стандартная модель. То есть это та теория микромира, которая точно проверена в эксперименте, вот, и которую, по которой мы точно знаем, что она реализуется в нашем мире. Казалось бы, очень все красиво и просто. Эта теория была придумана вот в 60-х годах и окончательно подтверждена в начале 80-х. И то есть уже вот сколько, 30 с лишним лет мы живем с этой стандартной моделью. Стандартная модель хороша тем, что она предсказательная. У нее большая предсказательная способность. Внутри стандартной модели можно зафиксировать некоторые величины, вот, измерить их, а потом все остальное предсказывается. И вот физики с тех пор предсказали уже там тысячи разных величин, измерили их экспериментально, и все шикарно сходится. Иногда с поражающей точностью. Иногда там величины сходятся 9 знаков после запятой. Вот все вот эти вот числа, цифры после запятой все сходятся между теорией и экспериментом. Вот. С одной стороны, это, конечно, красиво, с другой стороны, это уже надоело нам. Потому что мы понимаем, что кроме стандартной модели во Вселенной что-то еще есть. Мы четко чувствуем, что стандартная модель не учитывает всего, что мы видим. Значит, есть некоторые явления, особенно из, там, теории гравитации и из космологии, которые точно никак не вписываются в стандартную модель. Ну, два самых важных, это то, что в нашей Вселенной есть темная материя, то есть какой-то новый тип частиц, которые точно отсутствуют в стандартной модели, которые как-то летают, вот мы их не видим, но они гравитационно удерживают, там, галактики вместе. Вот. И второе явление тоже очень важное, это то, что в нашей Вселенной вещество преобладает над антивеществом. Вот этот дисбаланс в стандартной модели тоже никак не возникнет. Вот это вот проблема стандартной модели. То есть мы четко понимаем, что есть что-то за пределами ее, но мы никак не можем найти никакое лабораторное подтверждение того, куда надо выходить за пределы стандартной модели. Вот. То есть мы как-то ищем, 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 и понимаем, что что-то новое должно быть, но мы никак не можем это найти. Вот эти направления за пределами стандартной модели коллективно называются новая физика. Это не просто чего-то новое. Имеется в виду, когда мы говорим новая физика, какие-то модели, какие-то теории за пределами стандартной модели. Нечто новое. Мы пока не знаем, какая новая физика в нашем мире реализуется. Не то, что мы вообще не имеем представления о том, какая может быть новая физика. Пожалуйста, теоретики придумали за последние десятки лет сотни разных вариантов. Некоторые из них сильно заумные, некоторые простые. Главное, что придумать, а теоретики гораздо придумать много чего. Мы не понимаем, какой из этих вариантов относится к нашему миру. Вот в чем проблема. И ответить на этот вопрос сможет только эксперимент, потому что придумать может что угодно. Главное проверить, как на самом деле происходит в нашем мире. А для этого надо сначала найти хоть какое-нибудь четкое, но достоверное железобетонное подтверждение нового эффекта, выходящего за рамки стандартной модели. Найти его в каком-нибудь лабораторном эксперименте. Вот пока нам это не удавалось. Было проведено уже тысячи экспериментов, измерено десятки тысяч разных величин. Практически все из них идеально сходили со стандартной моделью. Иногда были какие-то отклонения, но последующие эксперименты их все-таки убивали. То есть ничего достоверного пока не обнаружено. И вот Большой адронный коллайдер, его главная самая задача – это найти такое отклонение от стандартной модели. И для этого он был построен со своей рекордной энергией, со своей рекордной интенсивностью. Для того, чтобы пояснить ощущения, которые есть у физиков, когда они ищут новую физику, выход за пределы стандартной модели, я хочу сделать небольшое лирическое отступление и сравнить эту ситуацию с мореплавателями средневековья, в 15 веке, которые хотели найти землю за пределами океана. То есть вот смотрите, Европа, европейцы там цивилизации, они плавали вдоль побережья, они плавали по морю, но у них всегда был на западе Атлантический океан. Он огромный, они не знали большой, небольшой, но в общем они понимали, что он огромный, они не могут достичь до его края и переплыть его. Но с другой стороны, они по косвенным признакам понимали, что там вдалеке где-то есть новая земля, есть какой-то новый мир, может быть со своими экзотическими животными, может быть со своими сокровищами, в общем, нечто, куда хочется доплыть, но пока никак не получается. Они это видели, например, как, что оттуда прилетают иногда птицы или течения приносят какие-нибудь там бревна, щепки и в общем какой-нибудь зелень оттуда. То есть они знают, что там что-то есть, но насколько далеко они это не чувствуют. Им очень хочется до туда доплыть. И вот тогда, в 15 веке, люди снаряжали экспедиции, которые пытались переплыть океан, но, к сожалению, либо не возвращались, либо возвращались ни с чем. Вот такое примерно ощущение есть у физиков уже последние несколько десятков лет. Мы понимаем, что есть новые земли, мы хотим до них добраться, но пока не получается. Вот это был первый блок, первый сюжет, такое общее представление физики элементарных частиц. Давайте сейчас, если есть вопросы, задавайте, я постараюсь на них ответить. Так, там вопросы есть. Сейчас, здесь микрофон дадут просто. Давайте говорите тогда. Следите. Извините. Скажите, пожалуйста, а кварк можно выкинуть, выкинуть один из самого себя? Или принципиально возможно? Значит, невозможно, потому что кварки взаимодействуют таким образом, что чем больше энергии мы к прикладываем, тем более сильно натягивается между ними поле. То есть мы можем попытаться взять и кварк вытащить, но энергию, которую мы при этом затрачиваем, она становится такой большой, что силовое поле разрывается на части, из вакуума рождается кварк-антикварковая пара, и получаются новые частицы. Получаются снова адроны. Если мы сильно по кварку стукнем, он может попытаться начать вылетать, при этом разорвется в нескольких местах эта силовая струна, и в результате возникнет адронная струя. Много адронов, летящих в одну сторону. Вот. Все это получилось потому, что мы попытались вытащить кварк. Но просто кварк сам по силу лететь не может, потому что он слишком сильным полем связан с другими кварками. Значит, они существуют в тройках, они существуют в виде парк-кварк-антикварк, и совсем недавно, несколько лет назад, начали находить пятикварковые комбинации, четырехкварковые комбинации. Ну, это отдельная песня. Да, вон есть. Здравствуйте, первый вопрос. Вы говорите, 27 километров, величина действительно огромная. Она чем-то обусловлена или не чисто ресурс? Значит, она ничем принципиальным таким не обусловлена, это действительно ресурсы. Потому что, на самом деле, коллайдер расположен в туннеле подземном. Раньше в этом туннеле до Большого адронового коллайдера располагался другой коллайдер, назывался ЛЭП, электрон-позиторный коллайдер. Ну, в том же самом туннеле. Значит, когда его создавали, то половина всего бюджета на этот коллайдер была потрачена на этот туннель. То есть это примерно 3 миллиарда евро было потрачено на то, чтобы прокопать туннель такого размера. Сильно его увеличивать, в общем, было бы затратно. Ну, в принципе, можно, да. Сейчас есть планы про то, чтобы создать новый коллайдер размером уже 100 километров. И люди, конечно, подсчитывают бюджеты, потому что это тоже несколько миллиардов евро для этого потребуется. Сильно увеличивать, в общем, не получится. Спасибо. Так, еще раз. Так, еще раз. Так, еще раз. Нет, есть еще. Руку поднимите. Я хотел спросить, что вот существуют такие круговые или как на самом деле строительные, а почему до сих пор основную возможность строительства и простых прямых? Ну, смотрите, потому что на самом деле циклические ускорители круговые, они неудобны для электронов и позитронов. Вот электрон-позитронные коллайдеры, да, нужно строить линейные. То есть вот последний, который был, вот этот вот лэп, да, он был просто очень энергозатратный. Значит, там для того, чтобы этот пучок просто циркулировал, требовалось постоянно поддерживать его, там, несколько десятков, по-моему, 30 мегаватт, что ли, требовалось на постоянную поддержку просто циркулирующего пучка. С протонами такого нет. Значит, почему электроны и позитроны так много тратят энергии? Потому что они, летая по кругу, они теряют энергию за счет излучения, синхротронное излучение. Вот, в принципе, у синхротронного излучения есть много практических применений, но здесь оно играет роль вот именно балласта, на который мы тратим впустую энергию, и, в общем, фактически одну электростанцию мы полностью тратим на то, чтобы поддерживать циркулирующий пучок. Когда мы строим линейный коллайдер, то там этой проблемы просто нет. Тупо нет, и все. То есть они почти ничего не излучают. Мы их разгоняем повдоль, сталкиваем, и отлично все получается. Так, давайте, хорошо, продолжим. Окей, значит, вот общий такой настрой физиков, да, и, значит, теперь, после того, как они набрались опыта с предыдущими искрителями, они решили строить большой дронный коллайдер. Значит, большой дронный коллайдер – это огромная установка, и, естественно, он требует большого времени. На самом деле люди начали думать про большой дронный коллайдер в конце 70-х, плотно начали разрабатывать технологии в 80-е годы, и примерно 10 лет они реально разрабатывали технологии. Они еще ничего не строили, они просто разрабатывали те технологии, которые должны появиться, чтобы такой коллайдер заработал. Вот это вот очень важный момент, потому что если вы на самом деле рассчитываете на то, что запустится, скажем, через 15-20 лет, вы не можете ограничиваться сегодняшними технологиями, потому что они уже устареют. Вам надо развить технологии и реализовать этот проект. Тогда он будет своевременный. В 80-е-90-е годы шла разработка. Где-то в середине 90-х в результате все разработали, поняли, как все производить. Основная разработка касалась сферопроводящих электромагнитов, потому что они требовались на очень большие магнитные поля, очень однородные, и к тому же должны быть при низкой температуре. В общем, системы там были довольно сложные. К середине 90-х годов все разработали, все нормально, началось массовое изготовление этих электромагнитов и других деталей, детекторов и ускорителей. И в 2001 году, ну на самом деле немножко раньше, но в 2001 году начался монтаж коллайдера. То есть в этом туннеле, который существовал раньше, начали спускать детали и монтировать его. Это все шло семь лет. Представляете, семь лет просто сам по себе монтаж из готовых деталей этого устройства. Его запустили, в конце концов, в сентябре 2008 года, и через неделю он сломался. Там произошла авария, потому что системы безопасности, системы контроля были слишком, в общем, плохо контролировали поведение пучков, даже не пучков, тогда еще пучков не было, просто плохо контролировали поведение электромагнитов тогда. То есть тогда еще никаких экспериментов не велось. Коллайдер запустили, просто его энерго запитали. То есть там тестовые такие эксперименты начинались. И вот в ходе одного из тестов в результате произошла авария. Эта авария вывела из строя целый километр аппаратурно. А представляете, это все находится в туннеле, поэтому, значит, это все надо демонтировать, поднимать наверх и заменять новыми. Поэтому это все заняло год. После этого все нормально стало. В общем, в 2010 году он уже зафурычил нормальным образом. И с 2010 по 2012 год он набирал данные. Это был первый сезон работы Коллайдера. Потом он на два года был остановлен для модернизации, для апгрейда, для новых компонентов, детекторов. И был запущен в прошлом году. И сейчас у него продолжается второй сезон. Этот сезон продлится до конца 2018 года. Потом будет опять пауза на пару лет. Он снова будет модернизирован. Будет третий сезон, потом опять и так далее. И, в общем, вот эти планы уже расписанные, одобренные, на которые уже выделено финансирование, они, значит, для Коллайдера есть до 2035 года. То есть вот здесь вот, если есть будущие физики, да, вы потом будете диссертации защищать, значит, научной работой заниматься, и Коллайдер все будет работать и работать, и поставлять вам данные. Это как минимум половина вашей научной жизни в ближайшем. Может быть, планы и дальше будут, просто пока они еще не одобрены. Значит, вот общая схема работы Коллайдера. Значит, смотрите. Вообще пучки там летают в вакуумных трубах. Естественно, они должны летать в вакууме, а не в воздухе. Вот. Там есть две вакуумных трубы. Они толщиной там сантиметра 3 примерно диаметром, да. И вот они так вот идут 27 километров. Две трубы параллельно друг к другу, вот, по которым в противоположные стороны летают протоны. Значит, в определенных местах эти две трубы сливаются в одну. И там эти протоны сталкиваются. Вокруг этих точек столкновения стоят огромные детекторы, которые регистрируют следы. То есть во время столкновения рождается много новых частиц, они разлетаются в разные стороны и проходят сквозь слои детекторов. Детекторы их регистрируют. Ну, и к тому же есть еще несколько отдельных элементов, в которых производится чистка пучка, в общем, контроль и так далее. Значит, здесь вот есть такие точки, которые обозначены 1, 5, 2 и 8. Это те места, где стоят самые крупные детекторы, четыре крупных детектора. Ну, и самое главное – это нижний атлас и верхний CMS. Вот так выглядит туннель, кусочек туннеля большого дронного коллайдера. Он под землей на глубине примерно 100 метров. Ну, в общем, места там не так уж много. Он, видите, состоит из таких больших труб. Внутри трубы там все напичкано аппаратурой, потому что сами-то вакуумные трубки, они, может быть, маленькие, но они вокруг окружены электромагнитами мощными, вокруг еще система охлаждения, и она многослойная. Потом еще есть вакуумные системы, есть система контроля, энергопитание и так далее. В результате все это находится в такой большой трубе, размером, например, диаметром метра два. Эта труба длится 27 километров. Пространство для того, чтобы перемещаться, оно, в принципе, есть, но оно узкое. Поэтому, когда, скажем, авария произошла, приходилось демонтировать вот эти куски, а они длиной метров семь, вот эти вот куски этих труб, их не развернешь никак. Поэтому приходилось их демонтировать, вывозить аккуратно, поднимать наверх. Демонтировать, вывозить, поднимать наверх. Потом, когда запасные вставляли тоже, сначала спускали, потом аккуратно везли. Поэтому, в общем, все это занималось только много времени. Вот, дальше. Кроме того, что там происходят такие вот сложные эксперименты, надо еще помнить, что они происходят в очень опасных условиях. Значит, это эксперименты, которые постоянно проводятся в состоянии опасности, то есть на грани, там, не знаю, технологического коллапса. Почему так получается? Потому что, если вы возьмете один протон, разогнанный до больших энергий, посчитаете его энергию, она может быть небольшая, она там сравнима с кинетической энергией комара летящей. Но протонов в пучке очень много, их сотни триллионов. И поэтому суммарная энергия вот всего протонного пучка сравнима с кинетической энергией летящего истребителя. И это все запасено вот в этом маленьком пучке, узеньком тоненьком протонном пучке, который летает в узкой вакуумной трубе. И не дай бог, скажем, этот пучок случайно выбьется из-под контроля и выйдет, вместо того, чтобы поворачивать вдоль кольца, да, выйдет прямо там, подкнется в аппаратуру или стенку. Он не просто все прожжет на своем пути, он углубится метров, наверное, в 100 в грунт и нанесет просто удар. Он выжжет все на своем пути и нанесет удар прямо по грунту подземному. То есть попадание пучка просто в стену эквивалентно попаданию полностью летящего реактивного самолета просто в здание. И эксперименты постоянно находятся в такой опасности. То есть надо всегда это контролировать. Для этого, конечно же, вокруг есть всякие системы контроля, которые постоянно следят за пучком. Если, не дай бог, пучок начинает там вихлять, отклоняться от своей идеальной траектории, как-то дисбалансироваться, да, тут же дается сигнал, и на следующем повороте, на следующем витке этот пучок по специальному каналу выводится далеко в специальный зал, который полностью поглощает удар этого пучка. Значит, этот зал, на самом деле, состоит из таких огромных графитовых блоков, которые, к тому же, еще обнесены сталью и залиты в бетон. Вот. Когда пучок попадает в эти блоки, то он их нагревает градусов примерно на тысячу, они раскаляются, они постепенно остывают, но, по крайней мере, они разрушаются. Это единственное место во всей этой системе, во всем колландии, способное выдержать прямой удар пучком. Но вот туда надо сбрасывать пучок каждый раз, когда, в общем, есть какая-то проблема. Дальше. Значит, ускоритель – это то, что разгоняет пучки и организует столкновение. А дальше при столкновении рождаются частицы, которые разлетаются, и их должны регистрировать уже детекторы. Это как бы вторая сторона ускорительных, ну, вот этих вот экспериментов. Значит, по сути дела детектор – это как бы фотокамера, которая не маленькая, вот в обычном фотокамере, да, там есть матрица такая, она маленькая, тоненькая. Здесь у нас вместо этого огромный детектор, который толстый и огромный, то есть он размером десятки метров. Вот это как бы вот обычная фотокамера, да, это маленькая такая штучка, которая смотрит в большой мир. А здесь наоборот. Все, что происходит в маленьком мире, мы смотрим снаружи огромной такой камеры. Значит, вот общая структура этой камеры, то есть есть разные компоненты, и они не просто детектируют частицы, а измеряют все их свойства – импульсы, энергии, электрические заряды, ну, и тип частиц, потому что частиц там бывает очень разных много. Вот, например, как выглядел детектор «Атлас», когда он еще находился в процессе построения, да. Здесь, видите, многоэтажные такие эстакады, лестницы. Вот, значит, его размер примерно в диаметре метров двадцать, в длину сорок три метра. То есть он огромный, он размером в многоэтажное здание. Но только в отличие от обычного здания, скажем, к лицея, да, в котором есть залы, пустоты, стены, которые, в общем-то, структурно более-менее простой, значит, детектор, он напичкан постоянно, напичкан вообще сплошняком, всякой электроникой и всякой техникой. То есть здесь каждый кубический сантиметр объема используется для детектирования частиц. Это или чувствительное вещество, или электроника, которая считывает показания, или там система охлаждения, или структурные какие-то элементы, которые все это держат на весу, потому что там многотонные устройства. Особенно это впечатляет, когда, если заглянешь в самую центральную часть, вот здесь вот видите, есть такая центральная часть детектора CMS, от второго детектора. Здесь показан цилиндр, такой примерно метровый цилиндр с торца, который полностью напичкан чувствительными элементами и электроникой. Вот эти всякие проводочки, которые отходят туда, это считывающие каналы с каждого из сотен тысяч разных датчиков внутри этого объема. То есть видно, насколько это все сложная штука. Дальше. Вот, например, другой детектор LHCB, который немножко построен по другой технологии, но все равно он очень большой. Вот у него прямо вся задняя стена – это светочувствительные элементы. Вот настолько он огромный. И вот все они должны детектировать частицы, которые рождаются в столкновениях и пролетают. Окей, значит, теперь это как он устроен, а теперь как он работает. Что значит вообще проводить эксперименты на коллайдере? Ну смотрите, обычно в лаборатории вы проводите эксперимент как? Вот вы поставили эксперимент сегодня, там сняли показания, все записали, обработали, завтра уже, в принципе, результат у вас есть. Коллайдер работает совсем иначе. В нем, во-первых, разделены процесс накопления данных и анализа данных. И тот процесс, и другой процесс занимают месяца, иногда даже годы. Вот. Но это два разделенных процесса. Значит, смотрите, сначала технически вообще. Откуда туда попадают, как туда попадают протоны? Откуда они берутся? Они берутся вот из того баллона, который там справа нарисован. Это реальный баллон с сжатым водородом, который есть в определенном специально охраняемом месте коллайдера. Оттуда стравляют порцию газа, потом в плазматроне его разделяют на протоны и электроны. Протоны вытаскивают, собирают в маленький ускоритель, чуть-чуть разгоняют их до энергии побольше, впрыскивают в другой ускоритель. В общем, там есть целая цепочка предварительных ускорителей, и на каждом этапе протоны накапливаются, разгоняются до энергии побольше, и на последнем этапе запускаются в кольцо большого адронного коллайдера. Значит, есть рабочий цикл коллайдера. Когда вот начиная от этого баллона и до столкновений, значит, проходит примерно час через предварительную всю цепочку. Значит, когда пучки запускают в этот ускоритель, сначала нужно эти пучки разогнать до больших энергий, потом стабилизировать, убедиться, что все в порядке, и только тогда начинают сталкивать. Это занимает примерно час, а потом в режиме столкновений работа идет часов 10-20, иногда даже больше, пока пучки все не иссякнут. Столкновения при этом происходят очень часто, десятки миллионов раз в секунду. Вообще, когда пучки циркулируют в коллайдере, не надо думать, что это сплошняком один пучок. На самом деле он разбит на отдельные сгустки. Протонные сгустки, их примерно несколько тысяч, две с лишним тысячи, в каждом из них по 100 миллиардов протонов. Каждый сгусток – это иголочка длиной сантиметров 30-40, толщиной, как толщина человеческого волоса, и это сплошняком протоны, 100 миллиардов протонов. И они друг за другом на расстоянии несколько метров летают по этой трубе. И когда они пересекаются, они сталкиваются не постоянно, а именно в те моменты, когда сгустки проходят друг сквозь друга. Забавная такая вещь – это то, что в ЦЕРНе есть политика максимальной открытости, то есть они стараются всю информацию, которая интересна, в принципе, людям, и незакрыто показывать. Есть специальные онлайн-мониторы, которые просто показывают, что прямо сейчас происходит с коллайдером. Если бы у нас сейчас был интернет здесь, то можно было бы посмотреть, что прямо сейчас происходит с коллайдером в режиме реального времени. Если там столкновение – вы это увидите. Если там какая-то авария – это тоже будет написано. Поэтому если вам когда-нибудь хочется убить время, но при этом наукообразным способом, то вы можете запустить эти онлайн-мониторы и смотреть, что сейчас там происходит. Иногда бывает забавно. Дальше. Это процесс накопления данных. Когда происходит столкновение, то там в результате рождаются частицы, они все анализируются, записываются. Не все на самом деле, там есть специальный отбор. Так что в результате записываются только интересные события, и они происходят примерно сто раз в секунду. Но так длится в течение нескольких месяцев. В результате полный объем информации, которая записывается на магнитные носители, он составляет порядка сотни петабайт. Может быть, даже уже 200 петабайт на коллайдере. Он записывается, между прочим, не на жесткие диски, а на магнитные ленты. Потому что это гораздо дешевле. Там нужно тоже экономить финансы. Вот там есть специальное хранилище. Здесь такой робот, который достает очередную ленту, вставляет в запись. Потом помещает ее на место в хранилище, достает следующую ленту, вставляет в запись. И это все режим именно набора данных. А уже потом, через несколько месяцев, когда данные набрались, вступает работа собственной физики. Они анализируют данные таким образом. Они, скажем, собирают команду какую-нибудь из университета, говорят, вот давайте аспиранты, значит, вы у меня будете обрабатывать такой-то процесс. Рождение бозона Хиггса, например, и распад на два фотона. И вот, значит, аспиранты получают доступ к этим данным, скачивают себе большую выборку, отсеивают среди миллиардов-миллиардов событий, отсеивают те, которые похожи на искомый процесс, и дальше уже анализируют этот процесс. То есть так вот, в принципе, происходит работа. И этот анализ может быть очень долгим. То есть иногда анализ затягивается на несколько лет. Кстати, в виде маленького отступления, значит, есть вот разные ускорители, которые работали до этого. Они накопили тоже много данных. И вот есть такой, значит, коллайдер Герра, он был в Гамбурге, он закончился примерно в 2007-2008 году. В последний год он накопил столько данных, сколько до этого он, в общем, за несколько лет не мог накопить. Так вот, вот этот последний год данных содержит в себе какие-то новые научные результаты. Их надо обработать и написать публикации, написать научные статьи. Но нет никого, кто это бы сделал, потому что вот как раз в то время, в 2007-2008 год, слишком много народу перешли уже на коллайдер, на большой дронный коллайдер. Поэтому вот эти данные были набраны, накоплены, они где-то там записаны, в них, возможно, есть научные открытия, но никто ими не занимается, потому что все переключились уже на большой дронный коллайдер. Такая вот иногда судьба постигает эксперименты физики элементарных частиц. Так, ну это просто картинка событий одного. То есть рождение, значит, большого количества частиц, некоторые из них разлетаются, а некоторые вот, имея большую энергию, прямо летят поперек и оставляют сигналы. Если надо, я потом расскажу подробно, что здесь, собственно, изображено. А вот как выглядит типичный монитор в его рабочем состоянии. Значит, это онлайн-монитор работы большого дронного коллайдера. Здесь показаны там графики, да, типа энергии частиц в зависимости от времени. Здесь вот за последние сутки, скажем, показаны. Вот интенсивность столкновений. Ну и здесь иногда появляются какие-то там замечания, ну, сообщения просто внутренние для церновцев. Здесь, например, сейчас написано, вот если видно, что типа вот завтра встреча в 9.00, типа все сходимся там, собираемся, обсуждаем. Если какие-то проблемы, то здесь тоже они пишутся. То есть здесь прямо видно, что там за проблемы получились. Кстати, вот то, что здесь появляется, на самом деле автоматически перекидывается в специальный твиттер. Поэтому, если хотите, вы можете подписаться на твиттер, вот этого автоматический твиттер этого коллайдера. Если там будет авария какая-то, вы это тоже получите. Окей, значит, это был нулевой сезон коллайдера. То есть как он, значит, из чего он состоит и как он работает. Давайте, какие вопросы по нему? Здесь вопросы есть. А можно вопрос? А что такое петабайт? Петабайт? Петабайт – это тысяча терабайтов. Терабайт – это тысяча гигабайтов. То есть петабайт – это если всю эту сцену заполнить жесткими дисками. Там еще вопрос. Здравствуйте. Вы сказали, что ученые объективно-катезарные, то есть снимки, через несколько лет, правильно? Но они, естественно, в миллионах стоят. И когда они не будут рождены, то есть… Смотрите. Они работают не со снимками. Вот это вот визуальная просто картинка для публики. Реально, конечно, они работают с данными чисел. То есть, скажем, вот они, когда хотят изучить рождение и распад бозона Хиггса, значит, они ищут события, в которых есть в определенной части детектора, в электромагнитном калориметре, сигнал выше какого-то порога. Они прочесывают, значит, события, смотрят, какой сигнал оставили в электромагнитном калориметре. Если выше такого-то значения – окей, события записываем. Если нет – идем дальше. После первого такого прохода они получают небольшое количество событий. Ну, как небольшое, ну, например, миллион. Дальше. Значит, в этом миллионе событий у нас есть какие-то интересные события, а есть посторонние тоже. Типа фотоны родились, но куда-то не туда полетели. Поэтому следующий этап – они среди этих событий отбирают те, в которых фотоны, значит, полетели, скажем, в противоположные стороны только. Ну, отсеяли, то есть они просеяли все это, получили 100 тысяч событий. Дальше уже строят распределение. То есть график в зависимости от энергии фотона, сколько событий получилось. Строят такую гистограмму. Потом на этой гистограмме тоже пишут, значит, ну, давайте будем рассматривать такую область или вот отсюда досюда, например. Вот так вот, то есть дальше идет статистический анализ этих событий. Но они работают именно с данными, а не с картинками. У вас была схема расположения детекторов. Помогли бы объяснить, почему именно точек 1, 2, 5? Угу. Значит, смотрите, здесь на самом деле есть, в принципе, важный момент, что вот два основных детектора, атлас и CMS, находятся в противоположных точках. Значит, зачем это сделано? Это сделано за тем, чтобы в них сталкивались именно те сгустки, которые сталкивались... То есть в одном из них сталкиваются сгустки, и они же должны столкнуться и в другом, чтобы условия этих двух детекторов были одинаковые. Вот если у вас есть два сгустка, которые летят в противоположные стороны, один в эту сторону, другой в эту сторону, да? Если они пересеклись здесь... Вообще, когда сгустки пересекаются, они не полностью тратятся. То есть из 100 миллиардов протонов там буквально 10-20 может быть столкнуться, а остальные летят дальше. Поэтому каждый сгусток можно использовать миллионы раз для столкновений. Так вот, если сгустки здесь пересеклись, то в следующий раз они пересекутся в противоположной точке, а потом снова здесь. Поэтому вот эти две точки, они эквивалентны по столкновениям. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас было два детектора в одинаковых условиях, то вы должны их поставить здесь и здесь. Да, кстати, два детектора в одинаковых условиях – это вообще полезная вещь, потому что вдруг один детектор что-нибудь обнаружит, а мы никак-то не проверим, правда ли это его какая-то его личная проблема. Если у вас есть два детектора, построенных по разным технологиям, то нужно для открытия, чтобы каждый из них обнаружил вот это вот новое явление. Дальше. Остальные, ну, просто из симметрии построены. Здесь ничего такого принципиально важного нет. То есть здесь все поделено, видите, на 8 примерно секторов, и в каждом из них эти трубы соединяются вместе. И ничего более глубокого за этим не стоит. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Я еще не закончил лекцию. Вопрос такой. Возможно ли или есть уже разработанная соответствующая компьютерная программа для обработки литая? И почему ищет она? Ну, смотрите, как этого может не быть? Здесь вот коллайдер работает много лет уже. Он, естественно, уже открыл много чего. Приносит результаты. Эти данные, естественно, обработаны, правильно? К компьютерным программам. Хорошо. Значит, смотрите, хороший вопрос, да. Когда вы собираете детектор, понимаете, вот представьте себе, да, что вы собираете автомобиль из запчастей. При этом у вас нет никакого тестового забега. Вы должны создать автомобиль и все, на нем ездить. Каждый созданный таким образом автомобиль будет обладать своими собственными характеристиками и свойствами. Может быть, вы запланировали там, что все будет подогнано хорошо, а здесь вот из-за конструктивных особенностей как-то вот все так не очень пошло. Да? Поэтому, когда вы собираете детектор, вы знаете его слабые стороны тоже. Вот. Вы не можете подставить какие-то данные, полученные где-то там, потому что вы не знаете слабые стороны того детектора. Вот. И программа обработки, она учитывает слабые стороны каждого детектора. Скажем, вот вы собрали, значит, 100 тысяч датчиков, а из них, например, 32 вышли из строя. Вот. Это все вы знаете, потому что вы работаете, вы многократно проверяете свой собственный детектор. Вы знаете, что вот здесь, здесь, здесь датчики вышли из строя. Поэтому здесь чуть-чуть слабее чувствительность. Вот. Другой детектор будет совсем по-другому себя вести. Поэтому, в общем, для каждого детектора пишутся свои программы пропускания частиц, обработки и так далее. О, еще вот такой вопрос. А каким образом создается достаточно качественный вакуум для экономики? Ну, там вакуумная технология есть, конечно, для этого. Вот. Ну, а что, здесь ничего прорывного нет, понимаете? Вот эти технологии, они как бы известны были до этого. Потому что, естественно, что в вакууме, значит, проводились и так эксперименты. Ну, просто, да, я добавлю такую вещь. Здесь, конечно, есть одна своя особенность. Особенность заключается в том, что когда протонные пучки летят сквозь металлическую трубу, они иногда на стенках, то есть они создают сильные электрические поля, да, и иногда из неровности стенок выбиваются, вытаскиваются электроны. Вот. Когда протонный пучок летит, в результате есть еще сопровождающие электронные облака, которые паразитные, они мешают, потому что они, в общем, и дисбалансируют пучок, и иногда столкновение происходит. Вот это действительно нечто новое по сравнению, скажем, с обычными экспериментами в глубоком вакууме. Вот. С этим физики до этого не встречались. То есть вот эти электронные облака до сих пор есть, ну, они создают проблемы, и ничего такого совсем уж простого, как бы, как от них избавиться, нет. То есть люди постоянно пытаются подстроить буквально чуть ли не мануально поведение пучков так, чтобы как можно меньше и вот избежать, как можно меньше, в общем, связывать с этими электронными, ну, вот, облаками. Ну, а в целом это обычная вакуумная технология. Просто откачать вакуум с помощью, я не знаю, какие там насосы стоят, может быть, там, не знаю. То есть если трубка, насос достаточно хорошим, а если получить, то оно не хорошо все происходит? Нет, понятно, понятно. Люди все это понимают. К тому же там трубка, она 27 километров размером, да? Поэтому, в общем, откачивать, это все сама по себе задача, откачивать вакуум на таком большом объеме, да, это не так реально. Вот. Но стенки там стоят, естественно, стенки такие, чтобы натекало как можно меньше воздуха из окрестных мест. Но там, на самом деле, все при низких температурах. То есть там температура работы коллайдера, вакуумная, 1,9 кельвина, ниже 2 кельвинов. Поэтому при таких низких температурах, в общем, ничего особо и не натекает сбоку. Вот. Спасибо. Угу. Скажите, пожалуйста, в процессе столкновения покрутные поля у каждой точкой о своем и вообще магнитное поле от пучка или магнитное поле внешнего? Да. Смотрите, значит, магнитные поля, да, то есть вот вообще это круг, но это не идеальный круг. В тех местах, где пучки пересекаются, значит, там не круг, там прямые участки, там прямые секции. А что? Да, 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 да. То есть там, смотрите, магнит последний стоит около входа в детектор, и дальше примерно метров пятьдесят магнитов нету. Дальше они просто летят уже с фокусированными магнитными линзами вот в точку столкновения. И дальше они просто разошлись бы, да? То есть это было магнитное поле? Да нет, почему разошлись бы? Они просто шли бы по своей траектории и все. Понимаете, смотрите, если мы хотим изучить реакцию столкновения, то нам рядом с точкой столкновения надо поставить много аппаратуры, и электромагниты будут мешать нам, потому что электромагниты вот, они размером два метра, а мы хотим поставить аппаратуру уже на расстоянии нескольких сантиметров от точки столкновения. Поэтому нам просто не надо никакие магниты здесь, вот убрать аппаратуру подальше, Нам надо детектирующую аппаратуру поставить. Поэтому есть вот такие секции, прямые секции, линейные секции, в которых пучки движутся по прямой, по инерции. То есть в этих участках пучки сталкиваются, закрываются. Да, именно так. Там еще вопросы. Да, здравствуйте. А вы говорили, что аналии других еще принескорителей, которые анализировались, и потому что вы говорили, что у каждого датчика есть своя свободность. И получается, что если данный датчик, то эти данные уже анализированы будут. Да, это именно правильно, именно так. То есть вы не можете просто так взять какие-то чужие данные с коллайдера и сказать, о, здесь открытие есть. Потому что вы не знаете детали устройства, слабые стороны технические устройства этого детектора. Если бы так все было просто, можно было бы данные вообще выложить в открытый доступ, и любой мог бы их проанализировать. А так, к сожалению, не надо делать, потому что можно сказать, что типа вот открытие, а на самом деле это не открытие, это просто некоторый дефект, который вот те люди, которые сообщили об открытии, не знали. Поэтому они не утеряны, они записаны. И если когда-нибудь в будущем в виде лабораторной работы какая-нибудь группа захочет их обработать, пожалуйста, она может обработать. Если еще вопрос есть, то мы продолжим. Да, давайте продолжим. Окей, значит, это был нулевой сезон, и теперь пошла работа коллайдера. Итак, значит, вот во время первого сеанса работы, 2010 по 2012 год, было открыто некоторое количество вещей, за которыми физики охотились давно, десятилетиями. Но это были вещи, относящиеся к стандартной модели. Но тем не менее, надо про них сказать. Но, во-первых, самое главное открытие, которое было во всех средствах массовой информации, это открытие бозона Хиггса. Значит, что такое бозон Хиггса? Давайте я кратко поясню. Значит, бозон Хиггс – это новая частица, которая тоже есть в стандартной модели, которую физики придумали в 64-м году и открыли только в 2012-м, то есть 48 лет спустя. Значит, она тяжелая, поэтому ее не могли открыть на других коллайдерах. Ее открыли и, значит, очень долго по этому поводу ратывались. Значит, почему? На самом деле бозон Хиггса сам по себе не так важен. Главное, что это частица отголосок по-настоящему важного явления. Это явление называется механизм Хиггса. Механизм Хиггса – это явление, которое дает массы всем фундаментальным частицам. Значит, звучит этот механизм так. Во всей Вселенной, во всей Вселенной разлито некоторое новое поле. Значит, мы его не чувствуем. И вообще, когда частицы, двигаясь сквозь него, летят, то они как бы не притормаживаются. Это поле не мешает движению. Это поле мешает ускорению частиц. Оно противодействует ускорению. И в зависимости от того, как сильно частица цепляется к этому полю, разлитому во всей Вселенной, это замедление, это противодействие сильнее или слабее. Значит, смотрите теперь. Раньше частицы были безмассовые, у них не было массы. Вот теперь, двигаясь сквозь это разлитое по всей Вселенной хиггсовское поле, они чувствуют некоторую силу сопротивления. То есть, если мы хотим, чтобы частица двигалась с некоторым ускорением, мы должны противодействовать этому сопротивлению. То есть, толкать ее с некоторой силой F. Вот помните школьную формулу? Формула F равняется MA. Вот здесь, по сути дела, то же самое. Второй закон Ньютона, но только прочитанный наоборот. Если теперь для того, чтобы частица двигалась с некоторым ускорением, нам требуется прикладывать силу, то значит, возникает пропорциональность между силой и ускорением, и эта пропорциональность, это есть инерция. То есть, инерция возникает, она не была присущей изначально этой частице. Она появилась в результате движения сквозь это поле. Вот это и есть хиггсовский механизм. Именно так у фундаментальных частиц появляется масса. Само по себе это явление экспериментально проверить нереально, потому что мы не чувствуем поле, через которое все движется. Мы не можем его пощупать. Но зато мы можем пощупать возбуждение этого поля. То есть, некоторые колебания, которые прямо внутри этого поля существуют. Вот эти колебания, это и есть бозон хиггса. Мы можем возбудить такое колебание, оно распадется на что-то и посмотреть в результате на его свойства. И вот когда его открыли, значит, тем самым подтвердили механизм хиггса. Ну, для того, чтобы там немножко визуально представить себе аналогию, вот смотрите, представьте себе, что вы взяли на стол, накрошили пенопласт. Пенопласт это такие легкие шарики. Вы можете подуть на них, и они типа разлетятся. Это как будто бы частицы безмассовые, как будто бы у них не было инерции никакой. А теперь представьте, что вы сначала налили воду, ну, не на стол желательно, а в кюветку какую-нибудь, да. И потом на поверхность воды накрошили пенопласт. Вот пенопласт сейчас, шарики пенопласта лежат на поверхности воды, да. Если вы подуете на них, то они, конечно, немножко начнут отходить, но уже медленнее. То есть возникает как будто бы, они как бы неохотно уже двигаются по действиям внешних сил. То есть у них как бы возникает какая-то инерция. Вот. Это возникновение инерции за счет того, что они цепляются за среду, через которую они движутся. Вот. Ну, как это дело проверить? Вот, предположим, мы не видим воду. Вот просто смотрим, видим, что шарики движутся медленнее, да. Как проверить то, что там есть какая-то вода? Вы можете подуть просто на воду, и тогда по воде побегут волны. И вот эти волны — это как бы аналог бозона Хиггса. Это колебания прямо на поверхности такого общего поля, которое есть во всей Вселенной. Вот это и есть Хиггсовский бозон, по сути. Значит, бозон Хиггса сам по себе, он нестабильен. То есть если его родить в каком-то месте, он тут же распадется. Он не пролетит сквозь детектор. Детектор увидит лишь результат распада от этого бозона Хиггса. Вот. Значит, более того, когда бозон Хиггса распадается на какие-то частицы, скажем, на те же два фотона, то мы понимаем, что те же два фотона можно родить и просто так, без бозона Хиггса. Пожалуйста, фотоны могут столкнуться, столкновение жесткое, при этом рождаются новые частицы, в том числе и фотоны. Поэтому если вы увидите одно событие с рождением и распадом бозона Хиггса, то вы никак не поймете, что там был внутри бозон Хиггса. Вы не видите, что там внутри происходило. Вы видите лишь следы, то есть продукты распада. Для того, чтобы сказать, что там что-то нетривиальное было, какая-то новая частица, вам надо накопить много таких однотипных событий и провести статистический анализ. И вот если это все будет отличаться от того, что вы ожидали, тогда да, вы можете сказать, что есть новая частица. И вот смотрите, как это происходило с бозоном Хиггса. Вот, например, сам, когда только коллайдер запускался, то есть у него сначала интенсивность была маленькая, событий было набрано много, вот люди искали бозон Хиггса в вполне конкретном канале распада. Значит, вариант распада, когда он распадается на 4 лептона, то есть, скажем, электрон, позитрон, мион, антимион. Такие вот частицы. Вот, это довольно жесткие критерии, то есть были жесткие критерии отбора всех событий, скажем, вот прочесали все миллиарды событий, и отобралось вот по состоянию на конец мая 2011 года всего 4. И вот они поставлены в виде четырех точек на этом графике. Значит, здесь график в виде распределения по некоторой величине, которая называется инвариантная масса этих лептонов. Грубо говоря, это будущая масса частиц, которую мы хотим найти. Ну, какие-то точки стоят. Что по этим точкам можно сказать? Да ничего нельзя сказать. Вот точки и точки. Какие-то экспериментальные события были. И, окей, идем дальше. Накапливаем статистику. Накапливаем в 10 раз больше статистики. Окей, значит, уже пошло какое-то распределение. Некоторые события, значит, имеют большую инвариантную массу, некоторые маленькую. Где-то там даже есть, видите, флуктуации. Вот. В общем, данные что-то начинают показывать. Красным здесь нарисовано то, что люди ожидали на основании стандартной модели еще до бозона Хиггса. Если бы у нас был бозон Хиггса, то он должен был бы отличаться от этой красной линии. То есть данные должны отличаться от этой красной линии. Но пока что, судя по всему, они не сильно отличаются. Ну, там в конце какие-то всплески есть, но они слишком слабенькие, у них погрешности небольшие. Вот. В общем, какой вывод отсюда? Ну, данные накапливаются, но пока ничего тоже сказать не можем. Окей, дальше не торопясь, накапливаем еще данные. Еще прошел год. Ну, точнее, полгода, да. Вот накопилось еще в несколько раз больше статистики. Вот уже распределения вполне серьезные. Но в целом они более-менее тоже сходятся с красной кривой. Ну, возможно, кроме вот такой небольшой области, вот здесь вот в районе 125. Там, видите, какое-то такое превышение есть над красной линией. Ну, вроде бы какие-то намеки есть, но прямо про открытие здесь пока говорить нельзя. Но намек очень интересный, да. И вот уже потом, когда накопилось совсем много статистики, да, вот люди построили эти распределения и увидели, что да, в районе 125, видите, данные идут, очень высоким пиком. А красная кривая вовсе здесь настолько высоко не идет. То есть это означает, что в этой области, в районе 125, есть сильные превышения реальности над ожиданиями, которых было до этого. То есть означает, что новая частица существует, и она здесь. Именно она дополнительно приводит к таким событиям. Она рождается и распадается на два фотона. И вот такие вот всплески дополнительные по отношению к тому, что мы ожидали до этого, это и есть признак того, что у нас новое открытие. Вот так вот был открыт бозон Хиггса. Дальше. После того, как был открыт бозон Хиггса, была дана Нобелевская премия. Но не за его открытие непосредственно, а она была дана теоретикам, которые за 50 лет до этого придумали теорию Хиггсовского механизма, предсказали все эти частицы и рассказали ученым, как искать, как это все проверить. Наконец-то они получили Нобелевскую премию, дожили до этого времени. Вообще, конечно, поразительная вещь, что молодые еще тогда ученые написали какие-то статьи и ждали десятилетиями, пока это все будет наконец-то открыто. И вот дождались. Да, значит, на самом деле, конечно, я говорил, что мы хотим все-таки найти физику за пределами стандартной модели. А Хиггсовский бозон – это все-таки еще часть стандартной модели. Это последний кирпичик, но все еще стандартной модели. Однако ученых была надежда, что когда Хиггсовский бозон будет открыт, из-за его особенных свойств, все-таки это совершенно новый тип частиц, может быть, через него, через его свойства, мы заглянем в физику за пределами стандартной модели. Может быть, новая физика проявится в виде необычных свойств бозона Хиггса. И на самом деле, когда только-только Хиггсовский бозон появлялся, какие-то у него параметры вроде бы сильно отличались от стандартной модели, и все физики очень радовались этому делу в районе начала 2013 года. Правда, потом при новых данных все опять сошло на нет. В общем, в конце концов, после первого сеанса работы, оказалось, что свойства бозона Хиггса скучные. Они ровно такие, какие ожидаются в стандартной модели. То есть даже через вот этот новый тип частиц мы не смогли заглянуть дальше в стандартной модели. Но там, конечно, есть погрешности. Там примерно 10-20% погрешности. Может быть, все-таки там скрывается что-то, но для этого надо набрать больше данных, чтобы измерить еще точнее. Дальше. Люди искали новые проявления, какие-то новые, выходящие из рамки стандартной модели явления, и сравнивали тоже с теоретическими предсказаниями, то есть сравнивали экспериментальные результаты с теоретическими предсказаниями. Например, очень много поисков новой физики было вокруг явления суперсимметрии. Что это такое, подробно говорить не буду, просто это такая очень красивая теоретическая гипотеза, которую любят очень много теоретиков. Эта гипотеза говорит о том, что у каждой частицы есть партнеры, суперпартнеры, то есть другие частицы, но они более тяжелые. Однако они существуют, их много, и если мы доберемся до них, начнем их открывать, то они просто попрут из коллайдера. Мы тогда увидим много новых частиц. Они тоже будут распадаться, но они будут распадаться необычным образом. Вот, например, пример того, как необычно они будут распадаться. В суперсимметрии есть частицы, которые стабильные. Более того, они почти не взаимодействуют с обычным веществом. Если такие частицы родятся, они улетят, они пролетят сквозь детектор, улетят куда-то, но и детекторы их не почувствуют, потому что они для нас почти невидимые. Они кандидаты в частицы темной материи. И вот, смотрите, предположим, у вас столкнулось два протона. Родились такие частицы, промежутки называются глювины, например. Там пораспадались каскадно как-то, получились обычные частицы, скажем, адроны. Плюс вот то, что видите, в конце улетает. Это частицы темной материи. Это то, что детектор не видит. Значит, как с точки зрения детектора это все выглядит? Вот сталкиваются протоны лоб в лоб. В поперечной плоскости у них суммарный поперечный импульс нулевой. Закон сохранения импульса выполняется всегда. Поэтому суммарный поперечный импульс всех родившихся частиц в этой плоскости тоже должен быть нулевой. А детектор может видеть так, что вот сюда вот полетели частицы, а сюда ничего скомпенсированного не полетело, потому что детектор этого не видит. Если такие события действительно проявятся, если их будет очень много, то это означает, что да, родилась какая-то новая частица, которую мы не видим, которая улетела сюда и унесла поперечный импульс. Вот тогда вот это будет громкое открытие. Ну вот там был какой-то эпизод определенный, когда детектор вроде бы видел такие, такое отклонение, вот как здесь нарисовано справа, такие адронные струи в одну сторону, немножко частиц в другую сторону и несбалансированный поперечный импульс. Но это как бы отклонение не слишком сильно, но оно и есть еще. В принципе, есть много теоретиков, которые подозревают, что здесь все-таки есть суперсимметрия. Но достоверного открытия пока, к сожалению, нет. Но есть некоторые другие события, которые я уж не буду подробно рассказывать, если только у вас есть какие-нибудь вопросы. В общем, ситуация по на конец вот этого первого сеанса работы и после обработки результатов, то есть, скажем, на конец 2015 года, была такая, что в целом стандартная модель подтверждается, несмотря на наши попытки открыть что-то новое. Есть какие-то отклонения, порядка десятка разных отклонений с разной статистической значимостью. Вот такая сводная табличка здесь. В принципе, это достаточно для того, чтобы теоретики были заинтересованы в расчетах разных теорий. Но, к сожалению, все более-менее так грустновато, потому что пока основной цели коллайдер не достиг. И перед тем, как переходить ко второму сезону, давайте вопросы по первым результатам коллайдера. Есть вопросы? Да, вот есть. Здравствуйте. А когда мы видели базу Хиггса, предсказывали, как было две теории насчет его массы, и в чем они заключаются? То есть, в теоретике были разогласия, и масса какая-нибудь, это как? То есть, тогда предсказывалось, как такая теория, если не признана. В чем основа носить эту табличку? Так, смотрите, вы сформулировали это так, что, видимо, здесь переплелось два разных аспекта. Значит, во-первых, масса Хиггсовского бозона вообще не предсказывалась. В этом была проблема. То есть, когда теорию придумали, все было хорошо, за исключением того, что вообще никто не знал, какая масса бозона Хиггса. Она могла отличаться во много раз. Вот, поэтому, когда строили коллайдер, они сразу пытались искать бозона Хиггса самыми разными массами. Не два значения, а вообще неизвестно совершенно. Вот, потом, когда пошли первые намеки, то да, сначала, значит, был основной намек на 125, а потом, скажем, коллайдер, детектор Атлас видел еще какой-то дополнительный всплеск в районе 145. И были подозрения у многих теоретиков, что на самом деле там два бозона Хиггса. Один 125, другой 145. Вот, и люди сразу кинулись писать теории, в которых, да, так и получается, в общем, все нормально. Но потом при наборе новых данных, в общем, второй пик опять уменьшился, в общем, поэтому ничего такого не было. Ну, а какой-то эпизод такой был. Там, ты человек, разумеется? Там, там, велики есть. Простите, может быть, я что-то неправильно понял, но в другом месте о том, что механизм Хиггса объясняет не всю массу, которая наблюдается у нас в Семене, а только в какой-то части. Правильно? Да, это правильно. Значит, смотрите, я когда говорил, кратко я сказал, что он дает массу всем фундаментальным частицам, то есть кваркам, лептонам, ну и WZ-бозонам. Значит, на самом деле основная масса протонов, да, она берется вовсе не из массы кварков. Это вот отдельный прикол физики элементарных частиц. То есть на самом деле силовое поле, которое держит кварки вместе, тоже обладает массой. И эта масса во много раз больше, чем масса кварков. Поэтому на самом деле кварки и электроны за счет Хиггсовского механизма дают примерно 1% от всей массы вещества. Все остальное берется за счет вовсе не Хиггсовского механизма, а другого явления, связанного с сильным взаимодействием. Кроме того, во Вселенной существуют другие объекты, масса которых тоже не берется из Хиггсовского механизма. Скажем, черные дыры. Черные дыры – это массивные штуки. У них масса возникает вот потому, что вот такая вот. Мы даже не знаем, что в глубине черных дыры находится. Это просто объекты такие с такой массой и сильной гравитацией. Никакой Хиггсовский механизм здесь не работает. Потом есть еще нейтрины, которые, скорее всего, масса которых тоже берется за счет другого механизма. Поэтому, в принципе, общий вывод правильный. Хиггсовский механизм дает массу только фундаментальным частицам, но это совсем небольшой вклад в массу всего вещества. Теперь последний сезон, сезон второй. Окей, значит, после первого сезона у нас не получилось найти новую физику, но не страшно. Значит, была пауза на два года. За это время коллайдер поднял энергию и увеличил интенсивность. И это все очень полезно, потому что чем больше энергия, чем больше интенсивность, тем больше вероятность породить интересные события. То есть высокоэнергетические, по-настоящему интересные события. Поэтому сейчас, когда в 2015 году постепенно запустили коллайдер, люди ожидали, что буквально в течение года мы по статистике перекроем все, что было до этого, и снова вторгнемся в новую область. Значит, коллайдер запускался плавно, постепенно. Там буквально месяцами шла подготовка. Он начинал в 2015 году набор данных где-то в августе. В сентябре-октябре уже была накоплена статистика. Она была кратко обработана. И вот 15 декабря 2015 года в ЦЕРНе состоялся специальный семинар, на котором были показаны самые первые результаты второго сеанса работы. И это уже было сразу шоком для физиков. Потому что оказалось, что в первых за данных вылезла непонятная новая частица. Вот график, на котором показано распределение по инвариантной массе, но, грубо говоря, по энергии двух фотонов. Здесь показано количество событий, количество столкновений, в которых рождались два фотона большой энергии и разлетались в разные стороны. Красная линия – это то, как предсказывала стандартная модель. Точечки – это экспериментальные данные. Вы видите, что в районе 750 ГФ по этой шкале у нас есть всплеск. Этот всплеск выглядит прямо так же, как, например, начинал проступать бозон Хиггса. То есть как будто бы у нас здесь рождается, а потом тут же распадается новая частица с массой 750 ГФ. Значит, в стандартной модели такой частицы нет. Все, если она откроется, это точно выход за пределы стандартной модели. Причем не то, что здесь мы какие-то там тонкие намеки видим. Здесь бац, сразу новая частица, вот она перед нами. Прямо прямой выход из стандартной модели открыли новую физику. Вот такое ощущение, что, блин, классно, сейчас 40 лет мы к этому всему стремились, и вот оно наконец-то поперло. Значит, вот диаграмма, которая примерно показывает то, как теоретики представляли себе рождение этой частицы. Самое здесь любопытное было в том, что раз эта частица новая, распадается на два фотона, значит, она нейтральная, потому что фотоны у нас не заряжены. Но нейтральная частица не может просто так цепляться к фотонам. Она должна сначала как-то виртуально превратиться в какую-то комбинацию заряженных частиц, а потом они уже превратятся в фотоны. Так вот, эти заряженные частицы вот в этой такой треугольной петле, в принципе, могли быть и обычными кварками, но тогда такая же частица, такой же всплеск был бы виден и в других вариантах процессов, когда рождаются не фотоны, а другие частицы. А мы ничего там не видим. Мы видим только в двухфотонном канале какой-то всплеск. Значит, получается, это новые частицы. То есть, видите, у нас не просто одна новая частица, у нас целый новый сектор появился, как будто бы вершина айсберга, богатого чудесами мира, который вдруг начал проступать. В общем, это все вызвало огромный ажиотаж среди теоретиков. Ажиотаж, которому я, ну, не помню даже, по крайней мере, на прямой научной работе я ничего подобного даже близко не видел. Вот вы представьте себе, значит, был, даже не научная статья была, а просто доклад с экспериментальными результатами. На следующее утро в архиве электронных припринтов, куда ученые выкладывают свои статьи, появилось сразу 10 статей разных групп с разными, значит, и теоретическими объяснениями. То есть они буквально за вечер дописали статью. Может быть, они начали заранее писать, там слухи, может быть, какие-нибудь циркулировали. Но главное, что они дописали в тот же вечер, закинули ее, значит, в архив, и на следующее уже утро появились эти статьи. И так пошло изо дня в день. То есть каждый день появлялись новые и новые научные статьи с объяснениями этого всплеска. И вот за несколько месяцев их количество перевалило в сотни. Значит, самая забавная штука была, что без других новых экспериментальных данных мы ничего пока не можем сказать про эти частицы. Вот, у нас есть только всплеск. Мы не видим этот всплеск больше ни в каком другом канале распада, только в двухфотонном канале. Получается, что мы почти ничего не знаем про эту частицу. То есть открывается широкое поле для фантазий. И, собственно, этим мы занимались. Теоретики это все время. То есть они придумывали новые теории, которые могли бы все это объяснить. Ну хорошо, придумать теории-то одно, но понятно, что все равно должен что-то сказать эксперимент. То есть все очень с таким большим ожиданием относились к данным 2016 года. Но в промежутке пока что коллайдер снова запускался. То есть он после новогодней паузы должен останавливаться, потом снова запускаться. В общем, пока этот процесс шел, экспериментаторы еще раз более аккуратно обработали данные предыдущего сеанса. Ну и плюс добавили какие-то данные тоже переобработанные. Вот. Значит, 17 марта была новая конференция, на которой эти данные были обнародованы. Они, может быть, не такие впечатляющие, но они тоже показывают какое-то такое странное превышение. Вот эти вот дополнительные данные и там, и тут, да. Какое-то странное превышение в районе 750 ГФ. То есть складывается картина, что есть четыре независимых набора данных. Значит, два от, ну, 2015 года от эксперимента CMS и Atlas, и еще два дополнительных, которые все указывают на то, что при 750 ГФ происходит что-то новое. Вот. И в это время, конечно же, там даже самые скептически настроенные теоретики стали считать, что действительно у нас прям вот вершина айсберга, и дальше пошла новая физика. Сейчас у нас все пойдет. Значит, хорошо. Это все, конечно, очень круто, но, значит, люди ждали результаты коллайдера. Коллайдер начал работать примерно в июне-июле. Он накапливал данные. И к августу должно все было решиться. То есть вот это вот такое общее ощущение, которое было у всего научного сообщества физики элементарных частиц в ожидании вердикта коллайдера. Значит, в августе... Почему к августу все привязано? Потому что в августе намечалась самая крупная конференция по физике элементарных частиц в начале августа. Вот. И она уже должна была сообщить на основании статистики еще в несколько раз больше, что же там реально есть. Да? Вот. Поэтому люди очень напряженно ожидали. И вот, значит, да, перед тем, как перейдем, я просто хочу сказать, что общее ощущение в этот момент было такое, что как будто бы мы на корабле плыли сквозь океан 30-40 лет. И, наконец-то, где-то там на горизонте появились намеки на Землю, на тот долгожданный континент, за которым мы, собственно, и плывем. Пока что это там где-то теряется в тумане, но вроде бы какие-то там горы, какие-то всплески, какие-то пики появляются. Может быть, это и есть наша новая физика, за которой мы так долго охотились. Окей, значит, вот август, 5 августа 2016 года. Вот утренняя сессия, на которой ожидается результат скалайдера. Вот ученые толпятся в проходах и даже в дверях, ждут результаты. И вот результаты. Они тоже были шокирующие, но только в плохую сторону. Потому что новые результаты показали, что нет ничего. В данных никакого намека на эти 750 гефов просто нет. И это очень, конечно, все расстроило вообще всех в этой области. Это была прямо реально опустошительная такая новость. И люди начали хохмить в своих твиттерах, фейсбуках, постить картинки, которые реально отражали собственные их ощущения. То есть некоторые чувствовали себя просто обманутыми. Правда, непонятно кем. То ли природой, то ли экспериментаторами. Другие рассказывали о том, что для них это было настолько опустошительным ощущением, что как будто бы они с утра пришли, спустились в туннель, а там коллайдера нету, он пропал. Как будто здесь пустой туннель такой. Как будто бы нечто, ради которого мы, собственно, строили карьеру, жили и надеялись, оно исчезло. Ну, некоторые другие, они поспокойнее относились, они говорили, окей, покойся с миром, двухфотонный пик, а мы будем изучать природу дальше. Может быть, все-таки что-то найдется. Вот. Ну, шутки шутками, но кроме этих шуток, в общем-то, были серьезные конфликты, на самом деле. Наезды и конфликты. Значит, на самом деле, надо четко понимать, что экспериментаторы, значит, вели себя абсолютно корректно в этой ситуации. Ни в какой момент они не говорили, что все, открыто новая частица, ура, громкое открытие, типа, которое потом закрыто было. Никто открытие не объявлял. Значит, экспериментаторы показывали данные, показывали статистическую значимость, говорили о том, что пока что мы не можем сделать вывод об открытии. Вот, смотрите данные, вот есть какие-то намеки. Самое максимальное утверждение, которое они говорили в конце марта, после новых данных, было такое. Сейчас у нас есть повод для осторожного оптимизма. Вот. Очень сдержанная реакция, которая действительно не давала повода прямо прыгать от радости и считать, что у нас есть открытие. Значит, за весь этот нездоровый ажиотаж, скорее всего, отвечают именно теоретики. Потому что они очень не совсем адекватно отреагировали на вот эти вот намеки экспериментальных данных. Вот. После того, как это все было закрыто, пошла обратная волна. То есть реальные пошли обвинения между теоретиками. Иногда там в Фейсбуке в комментариях, иногда в блогах, иногда на конференциях, когда просто люди вставали, начинали, значит, заяснять докладчику, что, в общем, он видел все неправильно, что он, в общем, публиковал статьи непонятно основанные на чем, о том, что он, в общем, всех обманул и так далее. В общем, были очень такие некрасивые довольно ситуации. Ну, какие там обвинения были? Например, обвинения в нарушении научной этики. Вот смотрите, когда мы обучаем студентов, ну, или там кого-нибудь в научной работе, мы говорим, что всегда надо быть максимально критичным к собственным заявлениям. Вы можете потом кому-нибудь лапшой на уши повесить, пожалуйста, но сначала себе не вешайте лапшу на уши, хотя бы себя убедите в том, что вы говорите что-то правильное, а потом уже высказываете какие-то утверждения. Здесь получается так, что люди просто торопясь, вообще не думая ни о какой проверке самого себя, торопились писать статьи и опубликовать, как можно раньше. Неважно, правильная это, неправильная статья, обоснованная это модель, необоснованная, все ли они проверили, не все. Их, это Николай Халлов, значит, они старались как можно быстрее написать статью. Для других людей, которые вообще-то были всегда воспитаны на подходе таком, что надо сначала многократно себя перепроверить, а потом уже какие-то утверждения выдавать, это было, в общем, очень неприятно и некрасиво. И более того, значит, те люди, которые старались впрыгнуть вот в этот как бы уходящий поезд, они тут же получались огромное количество цитирований. Вот, понимаете, среди ученых тоже есть некоторые аналоги там всяких лайков, которые в Фейсбуке бывают, да, или там, не знаю, ВКонтакте. Вы там фоточку поместили, какому-нибудь, вот, 150 лайков собрали, круто. Значит, ученых тоже есть такое, они тоже меряются чем-то, понимаете, только это цитирование научное. И это реально, не просто для себя, да, это реально сказывается, например, на получении грантов, на получении работы в престижном месте и так далее. Если на вас много цитируются, значит, вы известный человек, значит, там вас ценят. То есть, получается, типа, приезжайте к нам на работу и будете у нас работать. Вот, тут, когда люди просто написали какую-то статью на эту горячую тему, вот, буквально в первые два дня, да, неважно, правильная статья была или неправильная, на нее потом остальные ссылались. То есть, получается, статья могла несколько сотен цитирований получить просто за счет того, что она была вовремя написана, а не за счет того, что она была правильной или интересной. Вот, это тоже некрасивая сторона нашей жизни, научной жизни. И, в общем, многие люди обвиняли друг друга вот в этом все. Самое еще, по-моему, ну, не то, что самое, но еще одна важная вещь, это то, что вот в этой деятельности ажиотажной участвовали и серьезные профессора, которым уже не надо никуда стремиться. Они так уже получили престижные позиции, там у них есть гранты, степени и все такое. Но они тоже впрыгивали вот в этот уходящий поезд и старались как можно раньше написать что-то. И, с моей точки зрения, это как бы подавало пример молодежи, что типа, не парьтесь насчет критики, не парьтесь насчет самопроверок, быстрее пишите статьи, вам типа повезет, потому что вот мэтры, потому что профессора делают так. Вот. По-моему, это тоже была довольно некрасивая, в общем, сторона этой штуки. Вот. Ну, ладно, это все постепенно, конечно, сходит на нет, хотя примерно в течение месяца, в общем, баталии были довольно бурные. Ну, мне здесь нравится еще комментарий одного из теоретиков, который вообще к этой области не относится, он занимается своими высокими теориями, он просто говорит, ну, что вы так распереживались? Вы как будто бы ребенок, у которого отняли любимую игрушку, и он устроил истерику. Успокойтесь и занимайтесь дальше изучением природы. Ну, хорошо, это оказался мираж, это оказалось не новая земля, не новый континент, это оказалось просто глюк какой-то, статистический выброс. Окей, но дальше коллайдер же будет работать, он вам еще даст результаты, которые в несколько раз, даже в десятки раз будут больше, чем вот по статистике, чем то, что мы пока нашли. Вот. Например, вот если посмотреть на просто общую схему коллайдера, вот сейчас он работает в режиме LHC, вот он в таком режиме проработает примерно до 22-го года. Потом включится следующий режим, ну, ZH-Luminosity LHC, но это тоже коллайдер, большой дронный коллайдер, он проработает до 35-го года. Вот за это время уже запланирована статистика, которая в 50 раз больше того, что мы сейчас набрали. Может быть, в этой статистике, которая появится через несколько лет, ну, или через 10 лет, будут новые открытия, будут настоящие открытия, не миражи какие-нибудь, а новая физика, будут новые Нобелевские премии. Поэтому давайте готовиться к этому, то есть давайте теоретически спокойно изучать все, что может появиться. Вот. Может быть, дальше еще планы, дальше есть какие-то для большого дронного коллайдера на повышенной энергии, которые могут протянуться даже до 45-го года. Поэтому спокойно изучаем природу, не паримся, значит, и не кидаемся на каждое отклонение. В общем, взвешенности и холодный разум, они здесь самое главное, самый главный ориентир. Вот. Поэтому общая ситуация, она, в общем, сейчас осталась примерно такой же, как была, ну, три года назад. Да, есть некоторые намеки на новую физику, но пока что ничего гарантированного нет. Мы пока что плывем через этот океан, он пока нам кажется безбрежным, но мы точно знаем, что там где-то есть земля. Вот. Когда мы до нее доплывем, мы не знаем, но она точно есть. И единственный способ это узнать, это все-таки туда стремиться. Поэтому, да, мы продолжаем работать с коллайдером, мы придумываем новые установки, мы хотим понять наш мир, вот, хотим заглянуть на него еще дальше. Все-таки мы надеемся, что рано или поздно это все будет. Вот. Ну и для тех, кто хочет вместе с нами плыть как бы по этому морю знания, да, вот, я как бы в виде самой рекламы говорю, что на сайте элементы.ру есть проект, который я веду уже с момента открытия коллайдера с 2008 года про результаты и про физику, про устройство большого адронного коллайдера. Вот. Так что вы можете подписываться, приходить туда, смотреть, читать новости, комментировать. я стараюсь на комментарии там отвечать, на вопросы заданы там тоже отвечать. Вот. Так что можете присоединяться к работе современной физики, тоже вместе с нами изучать мир. Спасибо большое. На этом все. А теперь, пожалуйста, вопросы по всей лекции. Сейчас. Сейчас. Где было? На каком-то? Вот эта штука, да? Вот этот? Ну, смотрите, на самом деле нет, здесь нет отклонения. Визуально вы всегда можете отклонения смотреть так. Отклонения – это когда у вас хотя бы несколько статистических отклонений есть. Вот. Вот смотрите, здесь на самом деле нарисовано следующее. Теория предсказывает, что примерно вот в этой области, если проинтегрировать всю эту кривую, будет несколько событий. Теория не может предсказать, где конкретно, в каком именно месте оно будет. Да, в каком-то месте скакнуло одно, зато здесь ноль. Здесь-то не просто пустота, а здесь ноль событий. Здесь тоже оно, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль. А вот здесь одно. Поэтому вот эта область совершенно нормальная. Именно так и должно быть чисто за счет фона. Отклонения здесь никакого нет. Вот здесь может быть отклонение какое-то, но видите, оно всего лишь на, вот эта точка, оно всего лишь на два статистических, на два стандартных отклонения отличается. Ну а что здесь? Здесь в районе 1500 тоже ничего особого нет. Когда у вас, смотрите, вот у вас погрешность есть, да? Когда у вас есть линия, которая проходит через погрешность, то она вполне нормальная. Вы не должны смотреть на саму точку, вы должны смотреть на точку плюс-минус, а желательно плюс-минус два таких отклонения. Еще вопросы? Общий вопрос по Галайке. Сказали, что финансирование 2035 года, да? А кто финансирует это? Смотрите, устройство ЦЕРНа такое, что ЦЕРНа – это международная организация, у которой, по-моему, 20 членов, плюс еще несколько членов-наглюдателей. Их совместный, ну, то есть, каждая страна, член, дает некоторый вклад в бюджет ЦЕРНа, пропорционален их собственному, ну, собственному доходу, да? По-моему, 3% от всего научного дохода страны идет в ЦЕРН. Значит, вот так складывается финансирование ЦЕРНа. Дальше. Это все идет не только на Большой Адрон и Коллайда. На самом деле в ЦЕРНе есть очень много разных проектов, в том числе и прикладные. Вот там есть, ну, собственно, там, например, веб был открыт, да, создан, собственно. Вот. Там есть разные прикладные исследования для медицины и тому подобных вещей. Вот. Поэтому это финансирование, которое идет через страны участников, да, оно тратится не только на ЦЕРН, на Коллайдер, но и вообще на всю такую наукоемкую науку, наукоемкие технологии. Плюс образовательные проекты. То есть страны участники финансируют это все. Вот вопрос. А все эти открытия, они получили какое-нибудь практическое применение и, по-как сказать, это только открытие? Значит, смотрите, вообще практические применения всяких ускорителей, детекторов и тому подобных вещей, их много. Вот у меня, в принципе, есть еще вторая лекция, ну, я ее, к сожалению, сейчас не прочитаю, но она у меня, в принципе, существует. Она, кстати, есть в Ютубе. И про практические применения элементарных частиц. Вот. Да, есть много разных применений элементарных частиц. Просто потому, что элементарные частицы обладают необычными свойствами. Вот если бы мы ориентировались с самого начала тупо, чисто на практическое применение, мы бы вообще не стали изучать элементарные частицы. Мы бы, например, не узнали, что у нас есть мионы, такие необычные частицы, которые рождаются в атмосфере сами по себе, ну, при космической, при бомбардировке космических лучей, просвечивают, скажем, все насквозь, да. Вот. Мы бы не научились их использовать. А сейчас мы это умеем делать. Мы можем, например, просвечивать вулканы в процессе извержения, просто за счет того, что с неба сверху падают мионы. Мы можем исследовать, например, устройство внутреннеегипетских пирамид. И вот совсем недавно, буквально месяц назад, было новое открытие, что произвели такое исследование, там установили мионные датчики внутри пирамиды Хеопса и обнаружили, что там есть где-то скрытая камера, скрытая комната, которую до этого никогда не видели. Представляете, пирамида стоит уже почти 5 тысяч лет, она уже давным-давно разграблена была, она там разграблена в древнем же Египте. И там, оказывается, существует нечто, что до этого никогда мы не знали. И если бы мы не открыли эти мионы, мы бы никогда это не узнали, потому что это там находится в глубине все. А мы узнали, что есть элементарные частицы, мы научились ими пользоваться. Вот это одно из прикладных применений в мире элементарных частиц. Прямо вот эти конкретные открытия, да, они не имеют практических применений, потому что, во-первых, они свежие, во-вторых, они из другой области все-таки. Но на самом деле нам не стоит всегда любое, значит, открытие сразу, значит, связывать с каким-то практическим применением. Есть области нашего вообще, ну, человеческого познания, да, которые вовсе не требуют практического применения. Есть, скажем, например, поэзия, балета, другие вещи. Вы же не требуете, например, от балерины, чтобы она крутила динамо-машину, когда она крутится, да, чтобы какую-то пользу приносила. Вы не требуете от поэзии, чтобы поэзия, значит, в результате толкала вас на какие-то, не знаю, шаги, да. Это просто человечность вас воспитывает. Значит, познание мира – это тоже сторона человека, это то, что отличает нас от животных. Нам интересно. Вот. И многочисленные практические применения, они тоже возникли как побочный эффект этого интереса. А вовсе не потому, что с самого начала мы изучали практические применения. Вот такая вот общая пропагандическая лекция. Чуть еще сказать еще раз, что ничего нового, но нет, в принципе, отрилить невозможно, даже увеличивая. Это очень странное утверждение, потому что есть… Понятно. Но это, смотрите, есть много разных предсказаний новой физики. Я говорю, моделей новой физики построены сотни, построены сотни. Некоторые из них предсказывают, например, суперсимметрию, вот что вот в следующем сезоне коллайдера она, значит, будет открыта. Некоторые другие предсказывают, что будет открыта частиц темной материи или что-нибудь еще. Были другие вообще-таки экзотические предсказания об открытии, скажем, новых дополнительных пространственных измерений. Много что можно было бы открыть. Вопрос только в том, что реально из этого существует в нашем мире. А так-то, конечно, тысячи разных предсказаний есть. Это очень странная точка зрения, которую вы процитировали. Я думаю, что как-то все-таки по-другому было сказано, потому что она звучит исключительно странная точка. Понятно. Ну, в общем, я не знаю никого, кто хотя бы даже близко думает так. Вот еще вопрос. Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Пожалуйста. Насколько же жизнеспособны гипотезы об мультивселенной? Спасибо. Так, ну это непосредственно к этой теме не относится. Вот. Значит, под мультивселенной люди могут разные вещи понимать. Вы можете уточнить, что именно вы понимаете под мультивселенной? Можно микрофон обратно сюда? Одну секунду. Миша, давай, пожалуйста. Не хочется о том, что существует новая порта и одну у нашего положения, там, подобное. То есть, ну, другие из них. Окей, хорошо, понятно. Это более-более спокойная, это более спокойная версия мультивселенной, да? Значит, в принципе, да, мультивселенная может происходить. То есть, смотрите, считается так, что во Вселенной был большой взрыв, и после оставания горячей Вселенной появилось то, что мы сейчас видим. Вот. Что было до вот этого момента? Вообще забавно, что под словом «большой взрыв» разные люди понимают немножко разное, да? Считается вообще принятым называть большой взрыв – это фаза сверхплотной, сверхгорячей, сверхгорячего состояния Вселенной, а не точка. Вот. То есть, можно, в принципе, говорить о том, что было до большого взрыва. Так вот, может быть, что на самом деле до большого взрыва было состояние, инфляционная Вселенная, значит, было состояние холодной, пустой Вселенной, в которой не было никакого вещества, никакой материи. Была гравитация плюс дополнительное поле, называется инфлатон, вот, которое приводило к раздуванию Вселенной. Вот. Вот такая холодная, пустая Вселенная раздувалась в течение некоторого времени, потом она превратилась за счет, там, фазового перехода вот в обычную горячую Вселенную. Но раз она раздувалась, причем экспоненциальным образом, то, в принципе, переход вот в горячую Вселенную мог здесь произойти, мог отдельно в другом месте произойти, и эти два разных, ну, вот, куска Вселенной вообще относительно друг друга на таком большом расстоянии, что они никогда не пересекутся. Вот. А внутри там, может быть, отпочковаться еще какая-нибудь Вселенная, еще тоже раздуться. Вот такая картина вполне обсуждается сейчас. Может быть, оно так и есть. Как это экспериментально проверить напрямую, я не знаю, может быть, никак. Но если мы проверим предсказания самой по себе теории, теории именно, другие предсказания, теории, которые приводят к такому выводу, то тогда мы, как бы, не то, что точно докажем, но поверим, что, скорее всего, так и происходит. Это, конечно, прикольно, думать о том, что Вселенная была вообще всегда, вот, просто в какой-то момент часть ее поля отпочковалась за счет квантовой флуктуации и превратилась в нашу часть Вселенной, которую мы видим. Вот. Но, в принципе, вся Вселенная, вся реальность намного больше. Вполне может быть так, да. Так, ну, давайте тогда я за хорошие вопросы попрощаю книжки, да? Да, да, да. То есть, ну, раз у нас там все вот это происходит, ну, в самом начале забыли, что у нас есть там, на районе как раз небольшая коллекция, это очень популярная литература, которую сейчас, Игорь Кривич скажет, там он хочет включить. А, прежде чем он это сделал, давайте поблагодарим за реальность. Здравствуйте. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...